Туристический сезон Министр также рассказал, что международная туристическая выставка проводится каждый год 5-6 мая, в этом году в 19-й раз. На выставке туроператоры смогут узнать, куда поехать, сколько стоит отдых. Для компаний из Казахстана, России и Узбекистана был организован информационный тур по объектам Исыкуля, чтобы гости смогли оценить потенциал. В 2017 году из 4,5 иностранных гостей Кыргызстана половина туристы, а в этом году ожидает увеличение иностранных туристов на 20-30%. Он отметил, что меняются предпочтения, например, китайских туристов. Если раньше они выбирали шоппинг, исторические развлекательные туры, то теперь культурные и экологические маршруты. Как сказал Азамат Джаманколов, последние два года благодаря играм качайников возрос интерес арабских и европейских туристов к нашей стране. На встрече президента Крымской республики с жителями Исыкульской области сказали, что до 10 июня закончат ремонт дороги. По сравнению с 2016 годом объем инвестиций в сектор туризма увеличился. На Исыкуля к лету следующего года возведут 3-4 элитных отеля. Пока же для строительства объектов выбирают Бишкек. Здесь больше 40 проектов. На сегодняшний день тренд мирового туризма заключается в том, чтобы на сегодняшний день туристы ищут новые места, новые направления, новые страны. И одним из стран может быть на сегодняшний день Кыргызстан. Посол Узбекистана подчеркнулся, для укрепления культурных и личностных связей увеличиваются транспортные маршруты, которые связывают Кыргызстан и Узбекистан. Так, например, проложены авиарейсы из Ташкента в Тамчи, из Ташкента и Балакчи отправляются поезд. С 5 мая Министерство транспорта Узбекистана запустило автомобильное сообщение из Ташкента в Бишкек. Туристические компании Узбекистана и Кыргызстана договариваются об отправке автобусов до Исыкуля. Дома отдыха и санатории Исыкуля, туристические фирмы, компании по обеспечению связи, производству оборудования для отелей, предприятия питания, сувениров представили свою рекламу на выставке и смогли познакомиться с партнерами и привлечь внимание клиентов. На выставке выступила легендарная группа «Елес» с золотыми хитами. Уборный поток эпического повествования монашчей Нурсултана и Мамбекова смогли прерывать только на рекламу. Субтитры создавал DimaTorzok